Мы свяжемся с Ксенией Лариной, нашей коллегой, журналистом, в прошлом журналистом «Эхо Москвы». Ксения Ларина ведет свой стрим в Ютубе, мы всех приглашаем подписаться на Ютуб-канал Ксении Лариной. Ксения, здравствуйте. Да-да-да, привет, привет, Вадим, здравствуй. Ну вот сегодня я хочу начать с Урганта. Там появился Комитет противодействия антикультурным деятелям, вот что-то подобное. Слышали, как вам такая инициатива? Конечно, конечно, да. И как собираются выявлять антикультурных деятелей, кстати? Да, тщательно изучила стенограмму, выбрала самые вонючие места, все процитировала. Я такое люблю. Называется это «Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры». Понятно, что это такое. Будут выявлять врагов народа. Это затеяла компания Захара Прилепина в недрах Государственной Думы. Прилепин там, Миронов Сергей, из известных людей Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, ну и всякие вот подручные, патриотические типа каких-нибудь блогеров, политологов и спикеров, которые выступают на канале «Царьград» и тому подобных. У них там очень интересно, помимо того, что они там призывают к расправе и к увольнению всех людей, которые даже если молчат и никак не поддерживают вот эту вот спецоперацию, как они ее называют, они уже должны быть подвержены наказанию. Нужно их перевоспитать, отправить в ДНР, в Донецкую область, и чтобы они публично покаялись, публично поддержали. А если я этого не сделаю, то до свидания, увольняем, требуем их увольнения. И там же у них на сайте, что тоже важно, очень интересная штучка, раздел, который называется «Сообщить об агенте». И там такая плашечка написанная, что ты заполняешь просто. Я, Ларина Ксения Андреевна, хочу довести до вашего сведения известный мне факт оскорбления или дискредитации российских войск сегодня в Украине. И называю фамилию, имя человека, который, на мой взгляд, является сегодня врагом, предателем и исчадьем ада. И это, конечно, потрясающе. Я считаю, что это ящик Пандоры. Народ наш ломанется. Ломанется. Но на ваш взгляд, вот все-таки, потому что мы воспитаны, казалось бы, воспитаны в том, что стучать нехорошо, что это не очень полезное дело, что нельзя закладывать. С другой стороны, конечно, есть все эти мифы. Павлик Морозов, который дал своего папу или кого-то, дядю, я уже не помню, из своего советского детства, эта история. Как это уживается? Потому что, по сути, это выяви врага, сообщи о нем, ну, стучи, да? Потому что одно дело, когда говорят, на Западе тоже стучат, на Западе сообщают о правонарушении. А здесь-то что? Вот как это работает? К сожалению, вынуждены признать, что та самая знаменитая, ставшая мемом фраза Сергея Довлатова про 4 миллиона доносов, она абсолютно актуальна на сегодняшний день и абсолютно соответствует действительности. Я с ужасом наблюдаю за динамикой вот этих вот бесконечных доносов друг на друга, когда мы уже видим огромное, большое количество доносов учеников на учителей, директоров школ на учителей, детей на родителей, родителей на детей, братьев на сестер и прочее-прочее. К сожалению, это так. Я думаю, что еще будут историки и психологи, и социологи пытаться вот этот феномен изучить и объяснить его, потому что я его объяснить не могу. Да, помимо того, что для меня как нормального человека это в принципе невозможно. Ну как? Ну просто невозможно и все. Ну невозможно доносить на человека, тем более, когда речь идет о его убеждениях, о его каких-то выступлениях, о его мыслях. Невозможно. Или когда-то, вы еще в советское время, то, что мы знаем по истории, наверняка вы тоже знаете, когда доносили на анекдот, что вот такой-то, такой-то рассказал такой-то антисоветский анекдот в компании, анекдот цитируется, человека хватают и сажают по какой-нибудь там статье о заведомо ложных измышлениях в адрес советской власти. Или доходило до абсурда в те сталинские времена, когда соседи могли донести на человека, который в туалете газетки положил себе для того, чтобы, ну понятно для чего, и в этой газетке вдруг портрет вождя. И могли донести, что вот это называется оскорблением тоже нашего лидера. Сегодня дошло до этого. Объяснить этот феномен я не могу. Потому что мне все время рассказывали, что да, доносили в советское время, потому что люди живут плохо. Они доносили на соседа, чтобы получить его комнату. Они доносили на человека, на начальника, чтобы занять его место. И вообще как-то пытались использовать это в корыстных целях, что называется. Сегодня, я уже это часто повторяю, но это так, для меня это самая большая загадка, что людям ничего не предлагают, никаких дивидендов. Никто не предлагает ни денежное вознаграждение за изобличение врага народа, ни тем более какую-нибудь должность или квартиру или машину. Ничего не предлагают. Но они это делают по собственному, получается, порыву. Значит, получается, что в нашем обществе до такой степени перевёрнута эта граница, стёрта граница между добром и злом, стёрты все моральные границы, сбиты все моральные ориентиры, что они это действительно, как когда-то упомянутый вами Павлик Морозов, они считают это доблестью. Не скрывая ни своих имён. Вот эта, кстати, плашка на сайте этого Града, где можно сообщить об агенте, она предполагает, что вы полностью заполняете графу о себе. Кто я? Я стукач такой-то, фамилия такая-то, адрес такой-то, телефон такой-то. То есть, типа, пожалуйста, я открыт к общению, я расскажу, я ещё вам целую пачку сдам, целое гнездо, если попросите. Ну, кстати, интересно, что название Града, оно ведь тоже очень в тему, учитывая то, что происходит, и как используется система Град, и здесь Град, и там Град, и Царь Град, который мы уже упоминали. То есть тоже это не случайно, да, что такое название получилось? Ну, это придумал же художник, литератор, он любит такие игру слов, Захар Прилепин. Я, кстати, посмотрела, там они опубликовали список, уже у них есть из 142 знаменитостей, которых они считают опасными для общества, и которые не заявили, что они поддерживают войну или высказались того пуще против войны в том или ином виде. Он там даже не пожалел своего издателя Елену Шубину, которая все эти годы издаёт Захара Прилепина и продолжает это делать и сейчас, невзирая на то, что Захар Прилепин сегодня, выражаясь современным языком, абсолютно токсичный персонаж среди людей нормальных, человеческих, не только в России, но и во всём мире. Но даже своих не жалеет, не жалеет. Там, кстати, и я есть в этом списке. Каким номером, кстати, ведь? Да, не повесили на фонарь. Я думаю, что по блату просто решили предупредить, поскольку все меня там знают многие из этого града, да, лично. Думаю, наверное, они просто решили пожалеть меня, типа, удумайся, Оксана. Вот, предупредили. Ну, кстати, вот про Дмитрия Певцова мы с вами неоднократно говорили. Это такая ваша личная боль, потому что вы хорошо знакомы, и вы недавно пост опубликовали, как раз Дмитрий Певцов, там, буква «З» про сирот, да, что нельзя, недружественным странам нельзя, чтобы усыновляли детей. А вот эта трансформация Певцова, она продолжается или она уже закончилась, вот как вы считаете? То есть он достиг вот некого пика в своей любви такой, возможно, даже искренней к власти? Я тут могу процитировать Ниша Козырева, который написал такой очень отчаянный пост, это даже такой клик у себя в Фейсбуке, после того, как Дмитрий Певцов оказался не просто так, он инициатор этого закона о запрете усыновления российских детей, российских сирот и представителями гражданами недружественных стран. Их, как вы понимаете, это весь мир. Ну, только в Африку, наверное, можно детей отдавать куда-нибудь, в каком-нибудь племя Тумба-Юмба, то тут можно. Сколько оно за нас, вот там, которые плясали перед Лавровым. Вот, и Миша написал пост, Козырев, за это ты будешь медленно гореть в аду, Дима. Я прокомментировала просто, Миша, он уже сгорел. Для меня вот это очевидно, не то что трансформация или превращение человека, это такое вот ментальное самоубийство, я считаю, самосожжение. И от того человека, которого я знала когда-то, не осталось ничего, даже внешняя оболочка другая. Ну, тут, понятно, возрастные изменения, как у нас у всех, мы все стареем. Но то, что с ним произошло, и то, что он несёт, и то, как он употребляет выражения, я бы даже не сказала, что это не любовь к власти, Вадим. Это другое что-то. Это, скорее, не любовь к власти, а ненависть к определённым социальным группам. Это ещё страшнее. Он же не ради того, чтобы понравиться власти это делает. Там есть, безусловно, креисты. Которые это делают ради того, чтобы понравиться власти, и лишний раз дать ей маячок, типа «я свой». Это, скорее, как раз Захар Прилепин. Он такой вот идейный поклонник Владимира Путина и этой власти. А певцов нет. Мне кажется, это страшнее. Здесь даже не знаю, какие тут работают у него сигнальная система, на чём основана, как он выражается, как он говорит. Давить клопов в культуре, которые, типа, уничтожают нашу великую русскую культуру. Он весь обложен крестами, иконами. Он без конца чтит каких-то святых в своём инстаграме. И одновременно с этим призывает к расправе над живыми людьми, к уничтожению своих коллег, товарищей, к увольнению, к тюрьме, к насилию, по сути. Он призывает к тому, чтобы дети, российские дети из детских домов или дети с ограниченными возможностями, с диагнозами, чтобы они оставались здесь, на территории России, чтобы они тут подыхали во своих интернатах. Без помощи медицинской, без образования, без воспитания, без любви, в конце концов. Потому что любовь, она возможна только в семье, в семье. И это, конечно, для меня тоже вопрос. Я не понимаю, как это сочетается. И я думаю, что здесь не только певцов в этом замечен. Посмотрите на самых страшных, самых мракобесных, самых кровожадных личностей, которые сегодня готовы и убивать, и сажать в тюрьму. Это тот же самый Николай Бурляев, который тоже весь в крестах. Он его сплошил, он чуть ли не имп над головой. И люди, которые сегодня клянутся в любви к Всевышнему, они оправдывают все свои проявления, все свои призывы, все свои поступки, оправдывают Божьим промыслом. Это самое страшное. И ничем не отличается от каких-нибудь, от средневековья, от каких-нибудь этих крестовых походов, от инквизиции. Ну, собственно говоря, скажу уж правду, проведу уж совсем такую параллель. На мой взгляд, это ничем не отличается от воинов Аллаха, от той самой ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации, от террористов, от талибов, которые все самое страшное зло на земле, включая убийства, насилия, пытки, горло режут людям живым, камнями бьют женщин. Это всё оправдывается, всё происходит под Божьим, в основном Аллаха, под знаменами религии. Ничем не отличаются и вот эти люди, которые прикрываются православием, прикрываются именем Бога, именами святых людей, ради того, чтобы призывать людей, призывать свою паству, своих прихожан, своих поклонников к расправе. И это, конечно, что называется, отягчающие обстоятельства, я считаю, вот в том, во всём, что они делают. А про Сергея Шнурова я хотел с вами тоже поговорить, потому что сегодня появилась информация, что он поехал в ЛНР. Сам Шнур сейчас отрицает, мол, не было меня там, фотографию подделали и так далее. Я так понимаю, что Сергей Шнуров пытается лавировать. Вот совсем туда, в область Певцова, в область Захара Прилепина, он всё-таки не спешит, но его туда явно тянут. Вот как вам, кстати, вот эти метания Сергея Шнурова в этой истории? Ну, здесь всё, для меня тоже объяснимо. Я его лично не знаю, Шнурова, никогда с ним не встречалась, поэтому, что называется, слежу со стороны, и у меня нет никаких здесь сомнений в том, что этот человек, ну, просто выбирает, где выгоднее, вот и всё. Это человек без убеждения и без принципов, и сто раз мы уже в этом убеждались, извините за тавтологию. И это не метание. Метание — это когда человек меняет убеждения, когда ему правдой кажется одно, а потом правдой кажется другое. А здесь никаких метаний нет, а есть вполне себе сознательное поведение, когда человек выбирает ту сторону, которая ему выгоднее сейчас, по разным причинам. Это могут быть деньги, может быть, что-то другое, может быть, просто какой-то комфорт или какая-то должность. При этом у него такой образ игрока, он как бы такой грунт, такой вот типа артист такой, горцует практически, прикрываясь своими шуточками, матерком. Поэтому никаких удивлений нет. Является ли эта фотография фотошопом? Вполне возможно. Вы там как раз в преамбуле говорили, что был или не был шнуров на Донбассе, в ЛНР. Я вслух слышу, когда ваше уведомление сказала, отвечая на ваш вопрос, не был — так будет. Я почти в этом уверена. Фотография, может быть, бежит впереди реальности, но я уверена, что что-то подобное произойдет. Потому что я повторю, я это все время повторяю, я это вижу, что увернуться сегодня невозможно. Невозможно заставить либо там присягать, либо здесь присягать, либо здесь молчать. Молчать не получится. Не получится. Вопрос про методички. Появилась информация, что Кремль рассылает по СМИ методички, что больше истории, больше параллели. Александр Невский, Ледовое побоище. В общем, смотрите туда, вот в том направлении. И как раз «Медуза» это сделала, они проверили на некоторых сайтах уже подобные статьи появились. Мы тоже провели такой факт-чекинг. Действительно появились, действительно уже сравнивают украинскую историю с крестовым походом. Не помню. Ну, в общем, то, что там было написано, там все это есть. Мы как раз говорили с Тамарой Эйдельман, она говорила, что, конечно, там полная мифологизация и к истории это не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, видимо, это работает. Вот на ваш взгляд, почему это работает? Почему это, ну, как я понимаю, достаточно успешно электорату продается? Мы давно это заметили, что история продается лучше всего. Потому что электорат-то историю вообще не знает. Он в гробу ее видал. Поэтому, что ему нарисуют тут вот по телевизору, то и история. Не заморачивается особенно. Давайте вспомним тот знаменитый голосование «Имя России». Если вы помните, такой модный проект был, который прошел по многим странам Европы. И даже из Португалии было тоже такое же. Имя Португалии такое же. Когда люди выбирали главного исторического персонажа своей страны как символ нации. И действительно тогда... Что-то мне звенит, а что-то не понимаю. Да, я пока напомню, что нам тоже можно звонить. Поэтому дозванивайтесь до нашего эфира. Телефон WhatsApp, Viber и Telegram доступны. Присоединяйтесь. Сейчас попрошу режиссера вывести на наш экран номера телефонов. Подписывайтесь на нас в Telegram. Опять же, ссылка на Telegram появится в нашем чате в ближайшее время. Поэтому, если не подписались, обязательно подпишитесь. Ну и продолжайте ставить лайки. Сейчас у нас 611. Давайте дойдем до тысячи. Аксения Ларина снова с нами. Поэтому я воспользовался вашим звонком, чтобы напомнить, что можно как раз нам тоже в студию звонить. Присоединяйтесь. И тогда вот на имя России с огромным отрывом стал побеждать Иосиф Исселенович Сталин. Это был открытый, кстати, опрос. И люди сами его предложили и выбрали. И тогда схватились за голову. Это были еще такие вегетарианские годы. Схватились за голову и поняли, что нельзя, чтобы сейчас на Центральном канале главным историческим персонажем современной демократической России может стать вот этот вот, ну скажем, аккуратно, довольно спорная фигура. Поэтому Сталина убрали там на какое-то на третье место и поставили следующего, кто шел с ним за следом. Это был Александр Невский. Почему? Загадка. Я думаю, что потому, что показали, когда говорили «голосуйте» за Александра Невского, показывали фрагменты из знаменитого фильма советского. Из Эйнштейна, по-моему, этот фильм. Да, да, Александр Невский. В виде прекрасного совершенно актера Николая Черкасова. Так в сознании народа, в бессознательном Александр Невский так и выглядел. Вот он, ледовое побоище, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. И все. И больше ничего не надо про него знать. Всю правду, которую знает любой историк или даже пятиклассник, который в это время проходит историю что называется средних веков, он все прекрасно вам скажет про то, кем был Александр Невский, чем он был знаменит. И все, что касается его патриотических чувств и отношений к Руси, вызывает большие сомнения. Поэтому скормить можно все, что угодно. А это легче всего скормить историю, потому что это не то, что за окном. Понимаете? То, что за окном скормить можно, конечно, нашему народу уже все равно. Но трудно, нужно постараться. А то, что было когда-то, Великая Отечественная война, Наполеоновская война, Александр Невский, Венин и Пожарский, Польша, все, что хотите, смутное время, все идет. Все эти цари, они все на одно лицо для большинства народа. Абсолютно на одно лицо все эти цари. Сегодня Александр I, завтра Петр I, послезавтра Николай I, или Николай II. Это все на одно лицо. Поэтому, да, эти бои, они успешные. Вот я думаю, что власть это поняла. Давно, не сейчас. Это самое лучшее средство пропаганды, история. Потому что не проверишь. Да никто не будет проверять. Верит на слово. И все. Поэтому, да, конечно, так. Кстати, проверят на слово. Тут наши зрители спрашивают, что думаете о Марии Шикшиной? Потому что она тоже в последнее время в среде новостей мелькает, еще во время ковиды мелькала, теперь тоже на повестке дня. Как можете оценить? Не знаю, мне кажется, что здесь, я не люблю, конечно, такие диагнозы ставить, но я боюсь, что здесь что-то такое медицинское. Потому что с какой страстью она защищала право на свое заболевание, на свое возможное заболевание ковидом. свое право не прививаться, вот эта вся эта история антипрививочная, она во многом, конечно, многих людей обнажила их безумие в какой-то степени. Я не знаю, чем это связано, но боюсь, что это продолжение. То, что она сейчас говорит, мне даже просто страшно за нее. Это может все кончиться реально сумасшедшим домом, потому что так нельзя. Это вот тот самый случай, когда страшно за человека. Вот. За Певцова мне не страшно совсем. И за Юлию Меньшову не страшно, потому что я вижу, как она к вопросу о метаниях. Вот вы спрашивали про Шнурова. Вот как раз Юлия Меньшова она из тех, которая металась, действительно, пытаясь познать истину. И она таки нашла ее все равно в том лагере, к которому мне даже страшно подходить. Вот в этом лагере условных патриотов и почти таких вот националистов-фашизоидов. Это страшно. Вы про Гоблина, да, как я понимаю, вот это интервью? Да, да, да. Она определилась с позицией или она просто пытается исследовать, скажем, если бы Гоблин появился у Дудя? Я думаю, что многие бы это приняли. Окей, Дудь исследует Гоблина. Он бы мог его пригласить и вряд ли его имидж бы пострадал. А вот почему Юлия Меньшова это не Дудь в этом смысле? Потому что, как я это понимаю, то, что делает Юля, она не исследует. Нет, нет, нет. Вы правы, Дудь он исследует и пытается исследовать самые тёмные участки мозга, самые проблемные. Потому что там у него там был и Дмитрий Киселёв когда-то, с которым, кстати, у него не очень-то и получилось. У него был, по-моему, тот же Артемий Лебедев, если я не путаю. То есть самые такие вот бывают одиозные персонажи. И да, это абсолютное исследование, и он готовится к этому. И понимаешь, на чьей он стороне, и понимаешь, где он человека, что называется, сбивает его систему координат и систему аргументации, он начинает плавать. У Юлии нет, нет, нет. Это не тот случай. Я это вижу. Ну, я как человек профессиональный, который тоже без конца со всеми разговаривает, как и вы. Я думаю, здесь можно определить, человек это исследует или человек ищет подтверждение своим каким-то вот убеждением, своим мыслям, своим озарением, чтобы это соответствовало его восприятию. И я думаю, что здесь как раз тот самый случай. Я, кстати, проверяя свои чувства в отношении Юлии Меньшовой после этого эфира с Гоблином, я посмотрела её интервью на этом же канале с Артемием Лебедевым. И я была потрясена тем, что Артемий на фоне Юлии выглядит абсолютным либералом и демократом. Потому что там она позволяла себе такие пассажи, на которые он был просто с удивлением реагировал. А там полный набор у неё в голове вот этих вот расхожих, даже не штампов, расхожих, на мой взгляд, абсолютно оскорбительных слов в адрес так называемой интеллигенции, интеллектуалов, условного креативного класса, либералов. То есть полный набор, что диссиденты на кухнях вечно, значит, свою страну поносят, так это было в советское время. И эти тоже сегодня. А вот они гавят своей стране из-за кордона. А вот эти все люди в белых польтах. То есть это всё вот полный набор этих вот абсолютно неприемлемых для меня конструкций в адрес гражданских, активных людей, которые не боятся говорить то, что они считают нужным, и не боятся противостоять власти, которую они считают уже на сегодняшний день просто озверевшей. Озверевшей и опьяневшей совершенно от этого запаха крови. Причём запах крови это и в буквальном и переносном смысле. Ведь тот запах крови, который почувствовали эти люди на фронтах Украины, в чужой стране, то же самое сейчас они демонстрируют вот эту вот кровожадность в отношении своих сограждан внутри страны, это то же самое. Их гонит тот же этот пьянящий запах. Всё можно. Мы сейчас всех вас перевешиваем на столбах. Была бы воля, перевешили бы, как нечего делать. И тот же певцов бы вышиб из-под моих ног табуретку. Не удивилась бы. Сказала бы, потерпи, дорогая, но ты же сама виновата. Ну, кстати, вот я пытаюсь просто, ну, попытаюсь это смоделировать. Юлия Меньшова, дочь, скажем, представителя классической московской интеллигенции, Владимира Меньшова и Веры Алентовой. И история про то, как Меньшову не давали получить Оскар, это вот история про то советское время, потому что они наверняка на кухне это обсуждали. И Меньшов ведь потом эту статуэтку не возвращал, когда, и, наконец, уже там, то ли после перестройки, не помню, когда он её получил. И здесь получается, что опять возвращение в Советский Союз, возвращение со всеми этими штампами. Как это работает? Вот мне просто интересно у человека. Ну, я думаю, что Владимир Меньшов к этому тоже пришёл, да, про него не скажешь, что вот он такой вот звероящерк. Нет, да, это был период какой-то его ощущения, что страна должна быть другой. И, конечно же, всю чашу цензуры и оскорблений он в советское время испил, безусловно, так. Хотя он никогда не был диссидентом, никогда не был гонимым художником, в отличие там от Тарковского, допустим, или от Алексея Германа. Но, да, он человек, который делал своё дело. Вот буквально ему важно было сказать вот что-то важное, и он пытался изо всех сил своими средствами это сделать. Я его картину очень любила все, начиная с первой, с розыгрыша, и «Зависть богов» любила, и «Любовь о голуби», вот. И, естественно, «Москва слезам не верит». И вообще он человек рефлексирующий был и мыслящий. Потом, наверное, я пытаюсь не то что оправдать, а понять. Я думаю, что какое-то, как у многих людей его поколения, случилось некое разочарование в демократических ценностях. Показалось, что это не демократия победила, а победила вседозволенность, и народ стал жить хуже, а, значит, появились вот эти вот олигархи, что буржуазия победила, а не демократия. Я думаю, что вот с этим скорее связано. Но то, что он примкнул к каким-то самым совершенно мракобесным силам, самым таким вот темным, самым таким в европейском понимании правым, это даже не левое, это правое. И это, конечно, было очень обидно, было очень страшно. Я же помню, там не только с «Оскаром» было связано, я помню его противостояние с Никитой Михалковым, и помню этот пятый съезд знаменитый, где Меньшов был на стороне сил света, что называется. Ну да, это путь, который он прошел. Как прошла и Юля, видимо, судя по всему, что она вот сегодня такая. Я могу сказать так, у меня здесь нет никакого раздражения, у меня есть только, ну да, безусловно, разочарование и печаль по этому поводу. Может быть, когда-нибудь пройдет время, и Юля поймет, что она очень сильно заблуждалась. Но мне представляется такая ее позиция опасной, потому что это позиция как бы интеллектуала, это не просто там какого-нибудь певцов, который орет всех повесить, да, это другое, это все такое облекается форму размышлений, интеллектуальных конструкций, а на самом деле по сути ничем не отличается от тупых, простых вот этих вот певцов сегодняшней войны. И слово певцов опять здесь прозвучало не как фамилия, а как от слова певцы. Вот у нас есть еще звонок, у нас не так много времени до следующего включения, но попробуем принять звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да, Сергей Александров, меня зовут. Я, в принципе, из Латвии. Да, Александр. В данный момент из Латвии, а так и из Санкт-Петербурга. Хотел поэтому и задать вопрос про Латвию. Вот не считаете ли вы, ну и, собственно, Ксения, в первую очередь, действия последней правительства Латвии несколько необдуманными и слишком эмоциональными, я имею в виду их запрет на выдачу виз россиянам, которые приняли вот буквально на днях, и решение о сносе памятника освободителям. Вначале хотели его просто снести, ну, в смысле, убрать, а сейчас решили даже еще и разобрать, разрушить, несмотря на то, что россияне хотели его забрать к себе. То есть, не играет ли это на руку Путину? Да, спасибо, Александр. Ксения? Ну, я тут боюсь отвечать как бы за граждан Латвии, это может быть Вадим, я не знаю, сколько он свободен в своих высказываниях в отношении вот этих вот действий власти. Нет, я могу, я потом скажу. Да. Я-то считаю, что правильно все делают, и я вас скажу больше, мне кажется, надо было это раньше делать. То, что касается виз для россиян, тут, может быть, даже есть какие-нибудь у меня вопросы, поскольку этот бесконечный спор про хороших и плохих русских, он все равно в эту плоскость переходит, да, кому выдавать, не выдавать, кому, значит, открывать счет, кому не открывать. Я знаю, что очень многие мои друзья, которые оказались вне России, в разных точках мира и Европы, они сталкиваются с такими трудностями. Но у меня ощущение, что это временно все равно, то, что касается виз, это все временно, потому что все равно это пройдет. А вот что касается прошлого, к вопросу о прошлом для россиян, которым сегодня активно торгуют нынешние политики российские и с экранов телевизоров этим занимаются, я думаю, что здесь этот вопрос важнейший. И на постсоветском пространстве, как в Украине, как в Латвии, в Литве и в Эстонии, как в Грузии и других бывших советских республиках, огромное количество этого хлама извините за выражение, я по-другому не назову, потому что этот хлам никакого отношения к памяти погибших людей не имеет. Этот хлам символизирует оккупацию советской страны, оккупацию большевиков, независимых республик, независимых стран. Как это было в Польше, как это было в части Германии, в ГДР, как это было в Венгрии, как это было в Болгарии, этого хлама везде было полно. И чем скорее избавится государство от этого хлама, тем больше будет, как мне кажется, спокойствия на территории, не будет этих бесконечных столкновений по этому поводу, там, где бессмертный полк, где 9 мая. Я считаю, что надо было это сделать гораздо раньше. Не надо по этому поводу переживать. Я совершенно согласна с позицией, ну помню, кто это высказывал, по-моему, кто-то из эстонских представителей власти, у них такая же проблема, они сейчас собираются всё сносить. Всё. Что? Поминать погибших можно на кладбище или где-нибудь, если есть специальный мемориал, но уж точно не на этих памятниках, которые сегодня символизируют лишь вот это вот советское оружие убийства. Советское оружие убийства, российское, это не только танк, который может быть на постаменте поставлен сегодня, но и даже фигура солдата, огромная, вот эти вот гигантомания советского времени, которое рассыпано по всем странам Восточной Европы, она же что символизирует? Она символизирует не освободителя, вот тут, мне кажется, очень важный момент, она символизирует победителя, а по сути захватчика. Поэтому сегодня я считаю, что от этого необходимо избавляться и не бояться никаких провокаций, ничего этого не будет. И на руку Путина уже ничего не будет играться. Чем быстрее избавитесь, тем лучше. Это как помните, когда начались события в Украине в 2014 году, как в знак протеста по всей Украине стали сносить памятники Ленину. Мы еще это называли в своих там новостях «Ленинопад». И как Россия вместе со своей вот этой вот орущей, кричащей аудиторией федеральных каналов, как это трактовало, как ненависть к России, как выпад против России. То есть они причем здесь Ленин и современная Россия? Причем здесь Ленин и Путин? От Ленина надо было освобождаться всем давным-давно от памятников, собственно говоря, и начать с улиц российских городов. Поэтому, повторю, от этого надо освобождаться и не стесняться. Ну что ж, Ксения, спасибо вам. Ксения Ларина была с нами на прямой связи. Благодарим и всего доброго. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем наш стрим.